Когда Армения и Азербайджан продолжают искать пути стабилизации ситуации на Кавказе, ОДКБ тоже готовы помогать. И после того, как был всплеск насилия в сентябре прошлого года, там с обеих сторон около 300 человек погибло, мы тут же направили и получили просьбу Армении. Генеральный ситарь ОДКБ с специальной миссией экспертов поехал на границу и привез план развертывания миссии ОДКБ на части Армении, которая граничит с Азербайджанской республикой. Этот план был готов достаточно давно, но сама армянская сторона как бы не торопила нас. И в итоге уже на саммите в Ереване мы завершили текст соответствующего решения, но армянские коллеги сказали, что им это решение будет нужно, только если в нем будет категорически осуждено действие Азербайджана. На это, в общем-то, не все были готовы пойти, и не только потому, что хотели кого-то выгородить, а кого-то там, значит, не поддержать. Просто история всей этой Карабахской войны, она уходит вглубь десятилетий. И когда долгие-долгие годы Армения оккупировала семь районов вокруг Азербайджана, и потом, когда, значит, уже отчаявшись решить вопросы политическим путем, Россия предлагала многочисленные варианты, которые еще предыдущее армянское руководство не очень хорошо, позитивно воспринимало, желая удерживать те территории, на которые оно никогда не претендовало. Поэтому здесь все-таки, да, Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежат. Сейчас, когда и Армения, и Азербайджан, вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать мирный договор на условиях, обозначенных в Алматинской декларации декабря 1991 года, ну, нам как-то уже сложно даже определяться с дальнейшими шагами, потому что в Алматинской декларации сказано, что границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам Советского Союза, союзных республик. А включая, конечно, Армению, Армянскую СССР и Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику, в составе которой, в составе Азербайджанской СССР, находилась Нагорно-Карабахская автономная область. Так что здесь все-таки ситуация многослойная, и тот факт, что ДКБ в этой непростой ситуации подготовила план развертывания миротворческой операции, я считаю, был очень важным достижением. Это предложение до сих пор на столе, и есть наши армянские союзники, друзья, по-прежнему в нем заинтересованы. Эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней развернута.